Дорогие друзья, нашла очень интересное видео. Армянин, который проживает в Европе, они занимаются бизнесом, несколько ребят, они все русскоговорящие, так как понятно, разной национальности, один армянин, другой грузин, разной национальности, договорились в Польше о бизнесе, купить материалы, строительные материалы, приезжают в Польшу, и им услышали, что они говорят между собой на русском языке, и отправляют их на три буквы, извините, можно так сказать, грубо говоря, потому что он там очень много матерится, я не знаю, я этот мат или уберу, или оставлю, посмотрим, как Ютуб разрешит, и говорят о том, что как поляки, он говорит, ужасно относятся к русскоговорящим или к русским, независимо, он даже говорит, смотрите, у меня лицо, это вообще не русского человека, и тем не менее, только за то, что на русском языке, несмотря, где я живу, даже если не с России, но услышав только, даже в бизнесе, речь идет о больших деньгах, которые они хотели, ну, с поляками сделать бизнес, купить у них там на несколько тысяч, даже сотни тысяч, что-то такое, я точно не поняла, купить материалы строительные, тем не менее, даже полякам это было не важно, а важно именно то, что они между друг другом говорили на русском языке, можете представить? И мы начинаем. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Дойчлан. Если вы случайно зашли в мой новый канал, и вам понравился мой канал, буду очень признателен, если вы нажмете на колокольчик, и вы будете в курсе всех новых видео, которые выходят на моем канале. А также не забываем ставить лайк, кому понравилось самое видео. Народ, вы заметили, что с русскими воюют украинцы, но русских больше всего ненавидят поляки. Заметили, нет? Я такого не видел никогда. Это охерец можно. Нас выгнали из двух больших фирм, завод, можно сказать, да? Значит, в прошлом году я армянин, мой друг грузин, и еще один еврей. Но у всех рожа, вот такое, как у меня, да, то есть явно не славяне, то есть сразу видно, что они не русские. Но мы-то между собой общаемся на русском, а как еще? Вот, и дружим уже лет 25-30, да? Так, значит, мы находимся в Польше, потому что для нашего друга нужно там купить какие-то, в общем, для фирмы надо купить какие-то бетонные, хрен его знает что, части, пластиковые какие-то, да, формы. И она есть в Польше. Значит, нашли, и причем дело идет на пару сотни тысяч евро, да, то есть это не какая-то там за 10 евро что-то покупать. Нашли фирмы, поехали туда, зашли внутрь, все, ждем, у нас термин там с этим шефом или кто там есть. Он пришел, и как только он услышал, что мы между собой говорим на русском, как будто ему, блядь, в этот момент, я не знаю, там, воткнули в жопу что-нибудь. Он так охреневал, и все, нам говорят, выходите отсюда, вы русский. Блядь. Проехали уже сколько километров, блядь, сколько терминов, в общем, наши бы воли отпидели бы его там. Ну, что можешь делать? Их не страна, их не законы, и причем он угрожает, что сейчас вызовет полицию, ментов. Так мне объясняют, что, во-первых, мы не русские, мы говорим на русском, потому что мы тоже не все армяне, да, или грузины, или, я не знаю, там, с одного нации. У нас разное. А говорим не на русском. Но мы не русские, блядь. Нихера. Прикиньте? И рожа у них такой кислый, блядь. Нихера. Вы такой реальный, я не знаю, нацист настоящий. В итоге нас выгнали оттуда. Хотя была большая сделка. Прикиньте, им было похуй на эту сделку. Насрали они на это. Ладно, полбеды. Пошли в другую фирму. Пробили через интернет, через знакомый. Там такая же хер, там вообще не приняли. Одно то, что они услышали, мы между собой говорим на русский. Отправили нас нахер. Прикиньте. Вот такой вот народ. Ахереть. Ахереть. Обижники, блядь. Хуй его знает. Как еще назвать? Нацисты. Я и буду что ли, блядь. Ну как можно, блядь, за языка, то, что я знаю русский язык, взять вот так нахер отправить. Ну в общем, как-то так. Теперь вы знаете, что поляки пиздец, какие обижники и не любят русских. Вот. Какая-то такая история, народ. А справедливо или нет, можете написать в комментариях. Я бы их там и нахуй послать не мог, понимаете, потому что, блядь, ихняя страна. Сейчас вызовут еще ментов, блядь, закроют там. И что теперь? Что будешь делать? Ни хера не можешь делать. Как-то так. Пока-пока. Что я хочу лично от себя сказать. Я очень часто бывала в Польше. Я вообще не знаю, сколько раз я бывала в Польше. У нас и наши родственники постоянно ездят в Польшу. Но они правда немцы. Сестра от моего мужа. Она покупает там сигареты. Она курящая. Ну, к сожалению, курящая. Хотя здоровье, слава богу, хорошее. Ну, она говорит, у меня одна единственная в жизни осталось счастье. Говорит, ей уже почти 70. Это покурить, это снять стресс и так далее и тому подобное. Это ее решение. Пусть думает, как хочет. И она ездит туда, покупает сигареты. Хотя она обучалась и у нее два высших образования. В Питере она училась в Институте Герцена в университете в Берлине. Она и занималась тоже немножко IT. В общем, до сих пор еще немножко подрабатывает. Недавно она приехала из большой поездки по Карибике. Человек до сих пор работает. Даже 70 лет на пенсии. Подрабатывает. Потому что жизнь такая. Что ты хочешь есть, хочешь хорошо жить. Тебе нужно немножечко работать. Или ножичко работать. Ну, смотря с какой пенсия. Так вот, ребятки. И она очень часто ездит в Польшу. И она мне говорит, я давно не была в Польше. Я хотела с ней поехать. Последний раз думала еще что-то посмотреть. Ну, там многие в парикмахерскую ездят. Ну, здесь вообще это очень нормально. Особенно те, которые живут недалеко от Франкфурта. Берлин тоже недалеко от границы и так далее. И в моей жизни я была... Ну, очень многие и русскоговорящие, которые проживают в Германии, ездят туда. И в парикмахерские косметики. И все, что хочешь. Зубы делают и так далее. Но сейчас, кстати, у них дороже стало все равно уже не так, как раньше. Заправляют машины. Вот. Делают бизнес и так далее. Я не могу подтвердить, что все поляки плохо относятся к русским. Или к русскому. Я не могу сказать к русским, русскоговорящим. Потому что у меня из моего нового опыта не было такого абсолютно опыта такого. Потому что, когда я ездила, даже у меня... Я говорю очень хорошо по-немецки, но у меня все равно акцентами никогда в жизни не занимался. У меня есть акцент. И по акценту они, конечно, могут примерно сказать, что это славянка. Нельзя сказать, украинка или ты русская, или ты руссо-ан-дойча. Нельзя сказать. Но если есть... Все равно чувствуется славянский акцент. И, тем не менее, никогда у меня ни с кем не было с поляками проблем. Никогда. Кроме того, у меня очень много знакомых. Знакомых нет друзей, которые работают здесь в бутиках и в магазинах очень дорогих. Лафаэт. Вот одна полька, которая, когда я не приду туда, я просто зайду в магазин, она сама меня зовет. Она знает, что я из Советского Союза, СССР, ну, Россия, Советский Союз все равно. И она всегда мне спрашивает, ну, как ты, что, ты все. Мы говорим немножко, и даже иногда, если заходит речь, случайно она начинает, о политике, и все. Она говорит, ах, все это... Самое главное, чтобы люди были хорошие. Тем я и не из-за тех. Лишь бы человек был хороший. Поэтому я не могу сказать, я не могу сказать, вот лично я, что поляки все плохо относятся. Кроме того, у меня даже есть подписчики из Польши, которые пишут мне на польском, немножко понимаю, чуть-чуть. Вот. И иногда перевожу, иногда понимаю, и отлично относятся даже к моему каналу. Представьте себе, есть, я считаю, тоже точно, как и во многих странах, они напали просто на людей, которые не очень... Напали на русофолов, можно так сказать. Но я не могу сказать, то, что сейчас очень многие поляки, также опрос поляков на улицах, и я очень много часто смотрела на немецком, на русском, опрос на людей, это разделяется и за, и против, и люди говорят, другие нормальные, люди нормальные, вообще ничего не виноваты, это политика только большая, политика большая игра. Я не могу сказать, если бы я лично вот сейчас поехала в Польшу, начала говорить на русском языке, может быть, я не знаю, там какие-то были проблемы. Это надо, пока я сама не этого... Но то, что он говорит, он говорит на 100%, это правда то, что он говорит. Зачем армянину врать о том, что случилось в Польше вот сейчас? Значит, до этого, когда они не знали, может, они на немецком писали, видимо, они проживают в Германии, потому что он назвал одно слово по-немецки, термин, это значит встреча, и раз он говорит, значит, они проживают в Германии. И ясное дело, на кого же они будут говорить языки, если они общаются? Ну, они, конечно, на немецком говорят, но это глупости. Почти все, даже которые очень хорошо знают язык, говорят друг с другом на русском языке, и поэтому это нормальная вещь. Они, видимо, напали на русофобов. Конечно, это ужасно. Вообще, часто очень от многих слышала, что поляки не очень хорошо относятся, давно уже, конечно, к русским, можно сказать, к русским. Они, но, опять же, я говорю, это индивидуально. Я тоже так же знала, тоже поляков, которые здесь проживают в Германии. Может быть, это тоже разные вещи. Поляки, которые проживают в Германии, и которые проживают в Польше, я не знаю, это тоже разные вещи, как они вообще не разделяют. Вот здесь вот русский, ты или украинец. Вам клянусь, вот я знала, сколько людей, и когда этого не было, я могу спокойно им сказать, да я из Советского Союза, или там я это, ну, не буду еще говорить, у меня отец украинец, мать Руслан, дочь, я не буду же говорить. Мы просто говорим, и они знают, откуда я, где я, я из Краснодара. Вот, и поэтому я такого вот именно в Германии русофобия от поляков не слышала, я вам скажу честно. Ну, не слышала. Может быть, конечно, есть. Я слышала различные случаи от других. Я заходила тоже в польские магазины, покупала польскую колбасу в Германии никогда. Ну, и я сняла с акцентом, когда приезжала, ну, правда, на хорошем немецком, говорила с поляками, и никаких проблем не было никогда. Да, они, конечно, сделали, ну, они просто-напросто большую ошибку. Надо было на всякий случай говорить на немецком между друг с другом. Но, тем не менее, я считаю, это просто ужасно, что рассказал парень, что творится в Польше. Это просто ужасно. Но, опять же, никогда не хочу однозначно говорить все поляки против русских. Не буду говорить. Не хочу, потому что так же точно украинцы, если украинцы отлично относятся вот я буквально вчера была на медицинском педикюре. У меня девочка украинка, давно здесь живет, ее дети тоже здесь, врачи сейчас, они подтверждают немецкий язык, С1, С1. И она всегда была против, вот, например, там, Путина, она всегда была против. Это ее право. Вот понимаете, вот, я не как украинцы. Если я говорю, я уважаю мнение других, если оно адекватное, они не говорят, вот, говорят, ну, такой, такой, сволочи, там, все такое. Надо к этим людям относиться, надо выслушать тоже их мнение, каждого человека. Это культура мнения. И она прекрасно знает, что я как отношусь, например, к России, к тому, к чему, к русским, к выступлениям некоторых Путина в последнее время и выставляла, и так далее. И поэтому, да невозможно однозначно говорить, и она все равно меня очень уважает, любит и все такое. И даже в последний раз, когда я пришла, и она сказала, за что немцам нам будут. Она все время поддерживала Украину. Она, и тем не менее, она сказала в последний раз, за что вытворяют молодые, особенно украинцы, которые здесь проживают, что они бездельники, она говорит, из-за них, вот даже я, которая пашу день и ночь, педикюр, это тяжелая работа, тем более медицинская. Это надо, во-первых, у нас очень хорошее образование для этого иметь, подтверждаешь много дипломов. Кстати, где она работает в этой фирме, она для себя работает, там все девочки для себя, все украинки. И они работают очень много, очень тяжело, и очень много, сами знаете, это не так легко. Все, скрюченная работа, с ногами, запахи, и то, и больные ноги, и ноги бывают всякие, сами знаете, и с неухоженной, и ухоженной всякие, и больные ноги, особенно не очень, особенно диабетические ноги. Тем не менее, женщина сказала, что ужасающе ведут себя много молодежь, не хотят интегрироваться, не учат язык наш, и за них нас будут скоро показывать пальцы, на люди, которые платят налоги, которых уважают, не будут разбираться, русский ты, украинец ты, грузин, армян, и так далее, и так далее, и так далее. точно так же, может быть, и в Польше, они обобщают людей все и всех. Опять же говорю, я уверен, они все, я уверен, они все, есть нужен адекватные поляки, хотя поляки всегда, конечно, были, не особенно любили русских, это факт, из-за истории уже. Все пока, мои дорогие, до новых видео, я коротко сказала мое мнение, всего хорошего, до следующих видео, пока, мира всем, и дай бог, чтобы вот это праздное, русофобии, или украинофобии, или всех не было, чтобы люди судили о людях только по делам и по тому, как они мыслят, а не только по тому, что он говорит на русском языке. Это, я считаю, позор, это очень примитивно, это неумно терять бизнес из-за только слова, что ты говоришь на русском.